Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале меня очень долго не было. Я обучалась, и это был лучший проект в моей жизни, наверное. Это был проект обучения про мозг, про дофамин, про серотонин, про добавки, про то, как мы быстро расходуем наши запасы, наши энергии, как их восстанавливать. В общем, не пропускайте мои видео и обязательно просто регистрируйтесь на новый семинар, который я провожу уже этой весной, о том, как хакнуть свой мозг и психологию современному человеку. Когда ваши клетки в стрессе, очень часто так происходит, что человек испытывает не только психологический, но ведь и физиологический стресс. И так бывает, что мы начинаем искать судорожно какую-то еду, делать какие-то звонки необъяснимо, нас тянет в какое-то сексуальное развратничество, нас тянет куда-то, куда нам подсказывает наш блуждающий нерв. На самом деле этим можно научиться управлять. То, чем я и занималась две недели, при помощи налаживания своего детокса, при помощи налаживания своего психофизиологического состояния. Друзья, и это не попрыгушки в зале, и, друзья, и это не вода, и это не... Как вам там рассказывают? Улучшите свой желчий ток. Да, конечно, это ваша защита, но не так глобально, когда вы находитесь в хроническом каком-то длительном стрессе, который создается вашим организмом. Друзья, и еще один вопрос. Ссоры, тревоги, стрессы, обиды. Ведь часто так бывает. Я даже не думала раньше, когда работала клиническим психологом в 8 лет и объясняла людям о том, что и как делать в момент тревоги. Да, это навыки, которые приобретаются, но я никогда не учитывала вот этой глобальной новизны, которая приходит в момент того, что человек испытывает какой-то жуткий-жуткий внутренний стресс. И при помощи определенных знаний можно этим научиться управлять. Стресс связан с вирусной нагрузкой, с иммунной нагрузкой, с психоэмоциональным. Да, моя любимая тема – это женские гормональные трудности и то, как при помощи психотерапии я раньше думала с этим справляться. Но на самом деле многие мои девушки, кто меня знает уже давно, они знают, что я часто предлагаю им использовать совершенно другие безопасные методы, которые работают не хуже, чем, друзья, психотерапия. Ну а мы-то с вами остаемся на канале психотерапии и энтурициологии. И сегодня у нас такая важная тема, как весенний детокс и нужно ли его всем проводить. Что такое детокс? Вы можете вбить это слово в интернете и посмотреть о том, что это налаженная работа всех систем там и бла-бла-бла и 3 рубля. Но я считаю, как… Вы знаете меня, да, как человека абсолютно неординарного. И я считаю, что это работа многих систем, начиная от головного мозга до слаженной работы вашей внутренней системы. Это и печень, желчный, кишечник и все-все, ваши гормоны. И можно ли добиться какого-то идеального? Но идеального, я вам скажу, нет. Но такого, чтобы вам приличненько хватало чувствовать себя хорошо, по кайфу и вести свой груз внутренних проблем, систем и реализовываться в процессе своей жизни так, как вам хочется, то это вполне себе можно сделать. Оставлю вам в следующем видео ссылку на то, когда мы это проводим и как это будет проходить. Далее, хотела с вами поделиться новой такой классной штукой, которую я использовала, использую в терапии различных состояний. И пока это эксперименты, тот, кто берет на себя сам ответственность, мы пробуем с моими клиентами добавлять внутрецептики. Конечно, это ответственность человека, потому что часто идут несовпадения, несостыковки, ну, так же, как и в медикаментах, но эффект просто совершенно другой, потому что или вы пробуете лечиться БАДами, да, как их называют, псевдобадами, либо вы идете в аптеку и покупаете себе не всегда хорошее. Вот, ну, ладно, это не об этом. И следующая, друзья, моя тема, меня очень просили разобрать тему вообще обжираний, весенних обострений, весенних эмоциональных качелей. Смотрите обязательно видео, и будем с вами продолжать развивать свой внутренний потенциал. Всем пока!